В Татане сказано, что муниципальное предприятие ТВШ получил безвозмездный предель, запорный федеральный государственный потребитель, субъектов малого бизнеса. А есть ли данные субъекта малого и среднего предпринимательства, то использовался это федеральный государственный охранник поддержки, за исключением КШП на территории Бродного здраво. Готовы были сберегательный банк, меры поддержки реализовать предпринимателю, но для этого требовалось, чтобы этот предприниматель реализовывал зарплатный проект через этот сберегательный банк. У предпринимателя были другие предложения, и он от этой меры поддержки отказался. Знаю, что когда мы решали вопрос на заседание инвестиционной комиссии по поводу выделения мер муниципальной поддержки предпринимателю, это вот фитнес-центр, он сказал о том, что с этим пакетом документов он будет участвовать в федеральном конкурсе, и в надежде там получить большее возмещение тем расходам, которые он поднес. Знаю несколько предприятий мелких, мелкого бизнеса, которые мы объясняли, показали, и готовы были для экономики подготовить пакет документов для получения мер поддержки. Отказались из-за тем, что не все финансовые подойки у них прозрачны. Понятно. Ну то есть больше у них таких нет, к примеру, да? Вот тех, о которых я мог бы сейчас сказать, я вот сказать не могу. Сегодня пока действующее предприятие, очень много людей сокращается, приходят, и ко мне как руководитель обращается в плане устройства на работу. Это настоящее положение и будущее завода ЗМК, это рабочие места, это уникальный производственный технический комплекс, да, мы знаем это хорошо. Кстати, какие переговоры ведутся, что ждет в будущем завод металлоконструкции, потому что идет текущий стабиль. От имени собственника приезжал сюда Милорик Борисов, руководитель завода. Завод в Армавире запускает металлопродукцию, но придорожного сервиса, который обслуживает вот эти деятельности. Есть желание твердое, приехать в город Назарово и участвовать в торгах по приобретению этого имущества. Он приезжал не один, он приезжал в группу специалистов. Хочу отметить, что предприятие ему, как производственная мощность, очень понравилось, потому что наш завод представляет собой классический вариант завода, построенного изначально для изготовления металла. Ну, изделия из металла. У них там несколько иные расположения, иное направление, но тем не менее. Очень понравилось, и 4 часа провел на заводе. После этого я дал поручение отделу экономики работать с ним. Сегодня в правительство ушла от нас записка по этому объекту. Сделка готовится, работа идет. Поэтому надеюсь, что здесь у нас 300-350 мест, которые мы изначально обсуждали, они могут появиться. Хотя гарантировать не могу, но тем не менее. На сегодняшний день я знаю, что и некоторые специалисты завода, из руководящего состава, тоже ведут переговоры с... Это вот по этому вопросу. По Вимбельдану я этим похвастаться не могу, потому что компания достаточно закрытая. Она входит в большой холдинг, где все процессы централизованы на Москву. Наши неоднократные обращения в письменном виде, выйти на диалог, руководство компаний успехом не увеличались. По Вимбельдану я не чувствую. Хотя по динамике налоговых поступлений я прошу обратить внимание, у Вимбельдана рост 200% по отношению к застежьему периоду. Поэтому динамика там хорошая, но задачу себе будем ставить на будущее. А вот малоэтажное строительство, связанное с созданием условий микрорайона Западных, первая работа в этом направлении. И в случае изменения генерального плана, Ваша позиция в плане освоения в целях малоэтажного строительства это микрорайон Пески? По поводу микрорайона Западной. Мы два года работаем там. В прошлом году мы заявлялись на выделение средств на электрические сети. Помимо того, что водопроводы мы начали, мы просили водопровод, просили дорожные развязки и электрические сети. Выдачные средства на электрические сети нам отказали, создавшись на то, что это должен быть инвестиционный проект энергетиков. Когда энергетики в Красноярске поработали над этим вопросом, создали, что цена вопроса будет чрезвычайно велика, и в рамках инвестиционного проекта у энергетиков этот проект развития не получит. Все-таки добивайтесь выделения финансирования на эти цели. Это вот в области электроснабжения. Хотя там сейчас всем желающим электроэнергию проводят. В рамках тогда, когда пешей доступностью, что называется, по существующим сетям, и от них электроснабжение этих домов осуществляется. По поводу, я говорил, 66 миллионов стоимость проекта по водоснабжению. Точно так же заявку мы в этом году формируем, как только срок для приема заявок будет обозначен нам. Эту работу мы знаем, мы ее видим, мы ее понимаем. Надеюсь, что предвыборный год, или выборный год, вернее, нам в этом отношении сможет помочь. Потому что пока мы используем ресурсы наших кандидатов в этом смысле для того, чтобы решить самую главную задачу в городе, 86-й дом. Честно говоря. Против песков, я хочу отметить, что часть песков у нас помечена отходя в зону подтопления, да, в Станкино? Вот. Часть песков. Поэтому к этому вопросу нужно будет еще вернуться. Ровно год назад, как правильно называется это, бассейновое управление, или... Водного бассейна. Водного бассейна. Да, бассейна. Оно нанесло на карты границы зон подтопления. Вот. И часть территории, которые потенциально нами рассматривались как места либо для предоставления в аренду, либо для домашнего строительства, они просто туда попали. И пока они находятся там, и мы не проведем береговое укрепление реки Чулуев, и не исключим эти зоны из... Мы рассматривать эти территории как площадки для жилищного строительства не можем. Объективно не можем. Даже по тем объектам, которые сейчас уже в высокой степени готовности, либо готовы жилые дома, которые попали туда, вот сейчас суды идут у нас с частниками по поводу того, чтобы получить православивающие документы на эти объекты. Поэтому это вопрос, требующий еще изучения. Понятно. Ну и последнее. Сектор благоустройства, да? Вот то, что Вы сказали, сейчас в расстроенном порядке у УГАЗа явилось для тражных суперохожения контракта, да? Компания ТСК за некачество, несвоевременно выполнено объемы работы. Мы понимаем, что несвоевременно выполнены, соответственно, повеснее директор УГАЗа ступал, что работы, конечно, будут переделываться, да? Какие это? Ну, по брусчатке, укладке и так далее, вот эти работы. Вот если мы проводим работу по расторжению и нарушаем наши деловые отношения с подрядчиками, какая гарантия, выполнение гарантийных обязательств? Суды. Суды у нас других вариантов нет. Ну, суды, по-моему, затянули. Это понятно. Процедур, которые прописаны законом. Других вариантов у нас нет. Депутатский запрос я описал еще осенью прошлого года. В части обеспечить безопасность передвижения и содержание участка автодороги, востребованных жителями и транзитниками, от Платины до развилки Ачинска. Значит, на сегодняшний день дорога не содержится, не очищается. Все-таки, ваше мнение, ваши перспективы решения вопроса. Безопасность и содержание этого участка дороги. Вопрос большой и сложный. Когда мы принимали решение, мы... Как лучше сказать? На тот момент по этому маршруту проходил маршрут школьной перевозки. На сегодняшний день мы вместе с коллегами отработали, и маршрут школьных перевозок изменили. И маршрут движения иных перевозок изменили уже. На сегодняшний день дорога эта прочищается не так, как хотелось бы, мне подрядчики докладывают, что через день-то каждый день какой-нибудь тяжеловоз поднимается в гору, опять забуксовал, они его полночи опять вытаскивают. Но тем не менее, работу эту мы будем продолжать и решать. По крайней мере, пока условия для проезда там созданы, в одиночном направлении там ехать можно, а перспективе, пока мы не решим вопрос с ограждением, сетками, дорогу будем закрывать. Потому что подвергать жизни опасности людей, которые движутся по этой дороге, просто нельзя. Ну не проверьте содержание. Я вчера ехал по этой дороге, там ехать невозможно. Хорошо. Управляющие дворят, они улыбаются. Но они сегодня работают в Бару, потому что после перемета все 170 улиц города в одной части проверить тяжело. До этого, на неделе, я с ними разговаривал, они каждую ночь выезжали туда вытаскивать тяжело, ну, фуры, которые там застревали, это стоит большой техникой. И давалось поручение, по крайней мере, прочистить, чтобы они могли подниматься. Хотя фуры едут под знак. Интересует подход к третьей школе. Это улица Китайкина. Мы разговаривали ранее о том, что будет обращено на это особое внимание. Там все дети с района вокзала, начиная от кооператива гаражного, идут по этой улице. На сегодняшний день пройти невозможно, и это как бы очень большая проблема. Хотелось бы понять перспективу этого. Ну и поскольку там мой участок, вторая дорога, конечно, вот входная дорога, которая идет на разрез. Есть ли перспектива их? Я начну со второго вопроса. В прошлом году мы в рамках социального партнерства с компанией СУЭК выделяли инертный материал с улицы Арбузова, да, Сергей Иванович? Рассыпали его по облизной дороге в разрезы Назаровский, вот той, которая идет в третьей школе. И большего пока, к сожалению, мы позволить себе не могли, честно говоря. Потому что объем средств, который выделяется на капитальный ремонт, он незначительный. А в рамках текущего ремонта провести те работы не представляется возможным, потому что там, Сергей Иванович, если помните, там же капитальная дорога была, я при вас строилась. Я помню, что там два слоя было. Я к чему? Там капитальные затраты нужны. А это значит, либо отказываться от капитального ремонта улицы Арбузова, и тот участок доделывать, вот, под большегрузовую технику, либо все-таки улица Арбузова. Приоритетом я вижу улица Арбузова, а там текущий ремонт, инертные материалы, может быть, более крупной фракции, не песок, для того, чтобы ее поддерживать в нормативном состоянии. Она осенью была в нормативном состоянии. После того, как вот туда гранулят мы завозили, грейдировала его компания СРОН. По поводу улицы подхода ребятишек. Осенью прошлого года, когда не 1 сентября, не до 1 сентября, а, наверное, 3-го, либо 5-го, мы нанимали Анатолия Ивановича Артеменко по прямому договору, и часть дороги, я не помню название улицы уже, мы там отсыпали специально, чтобы детям в школу можно было ходить. Работу эту мы продолжим, конечно, и в этом году, по мере необходимости там. Вот я имею в виду этот участок. Но говорить о том, что сейчас мы там будем асфальтировать, я не могу, потому что, чтобы заасфальтировать участок дороги, где нет асфальта, нужен проект. Отводные канавы, все в комплексе, как положено. Даже сейчас, имея в виду 19 миллионов рублей, на будущий год, мы себе даже 100 метров такой дороги позволить не сможем. Текущий ремонт проводиться будет. Кюветы будут нарезаны. А отсыпку мы организуем. Вот. Тем же гранулят. Но не более того пока. Если честно. В 2020 году, не на веку, а сколько личных встреч прошло у вас с губернатором Красноярского края? И самое главное, какие поручения были даны на бумаге, потому что под правило такие поручения являются базовыми на следующий год. Личных встреч с губернатором после пандемии коронавируса не было. Я хочу сказать о том, что и с главами территорий, с которыми мы работаем здесь, вот буквально на прошлой неделе мы встречались в Министерстве строительства, повстречались впервые за более чем полугодовой перерыв. Да, еще знаменитые совещания в Ачинске было. Поэтому личных встреч не было. Это был дефицит, который оказал влияние на все аспекты жизнедеятельности. Между тем, были с губернатором, проходят каждый месяц видеоконференции по главкерритории, которые заменили на этом этапе вот те личные встречи, о которых вы говорите. Поручений там дается много, очень много. По поводу каждого, на каждой ВКС даются поручения. И по комфортной городской среде давались поручения всем. Давались поручения по период противопаводков мероприятия, в период подготовки и проведения общественно-политических мероприятий с требованием обеспечить безопасность и условия для того, чтобы мы провели голосование по Конституции. Давались поручения большие, в период пожароопасный, когда необходимо было остро реагировать на палы, на пожары на территориях. Поэтому поручений было много, они даются, это нормальная практика. Вы говорили, что у нас произошла деконструкция освещения по городу. Я как понял, она у нас пришла в апреле месяце, да? Нет. Работа закончилась в начале апреля, числа 7-го, 10-го, да. На сегодняшний день порядка 10-15% светильников уже не горят. 100, если быть точным. 5%. Да, да. Сейчас же пока еще есть гарантийные обязательства. Да, безусловно. Я объясню вам. Эти светильники все находятся на гарантии. Пятилетняя, сейчас, как я говорю, пятилетняя гарантия. Фирма, когда снимают светильник, вот, и, кстати, у нас НЗ, так называемый, 100 светильников. Был вот до последнего времени. Последние светильники, 15 штук, на прошлой неделе забрали подрядная организация для замены. Поднедельник, должны еще прийти светильники. То есть, светильник, когда снимают, его проверяют, чья вина. Если светильник прострелен, либо иное механическое воздействие, не гарантийный случай. Тогда мы меняем его за счет бюджета города Назарова. Ну, за наш счет. А когда он просто горел, горел, моргнул и погас, его замена происходит на порядка 20 дней. Это предприятие в другом городе находится. Мы его отправляем, они его по новой проверяют. Если подтверждают диагноз, что это вот заводской брак, они его меняют бесплатно. Поэтому на сегодняшний день, вот сколько уже, почти год горения, а многие ведь начали гореть у нас светильники с января-февраля этого года, как только их поставили. У нас вот на сегодняшний день, руководитель УГХ докладывал, 100 светильников на сегодняшний день, которые не горят. Идет плановая работа. Спасибо, что у вас... Просто это не видно. Нет, нет, видно, видно. Мы же это мониторим. Мы данные вносим, когда я говорил по инвентаризации, мы данные вносим, вот, на каком столбе, когда сгорел светильник, потому что на него другой начинается. Общий срок, чтобы вы понимали, у этого проекта, 5 лет. 5 лет это не наше имущество. Это имущество Ростелекома. Когда 5 лет заканчивается, мы выплачиваем это все. После этого, по остаточной стоимости, мы его забираем к себе на баланс. А пока это его имущество, и мы эту работу с ним проводим. Мы много говорим про дороги, про качество наших дорог. Почему на город не участвует в национальном проекте по безопасности и качество автомобильных дорог? Давайте мы вам для вас информацию подготовим. Хорошо. Спасибо за вопрос. А чего так людей не прозвучало от вас? Нет, но у нас, понимаете, 95% бюджета города, оно по программам. И я называл программу, понимаете. Но в этих программах есть мероприятия, которые идут в раках национального проекта. Конечно, у нас на сегодняшний день остались вопросы, остались некоторые замечания, связанные с ремонтом дорог, обслуживанием дорог, обслуживанием общественных пространств. Но это все вопросы рабочего характера, то есть мы еще не раз их обсудим на заседаниях наших постоянных комиссий. В целом, поступило предложение признать деятельность главы города удовлетворительно. Другие мнения будут? Да, пожалуйста. Нет, только свое мнение высказала. Сергей Иванович нашу позицию знает, она не изменилась, мы не выбирали Сергея Ивановича, поэтому мы не голосуем как патриот России за вашу оценку. И мнение свое безусловно менять не будем. Единственное, Сергей Иванович, честно скажу, если бы голосовала, если бы я выбирала и голосовала сегодня, то впервые, наверное, за последние три года я поставила вам неудовлетворительную оценку. И я бы очень хотела вас попросить, чтобы вы в своей работе были более требовательными и принципиальными, да? Но именно в 2020 году губернатор Красноярского края подверг резкой критике именно ситуацию в нашем городе и для вас это все-таки не секрет. Сегодня в отчете я не услышала ситуацию, связанную с экологией города Назарова, хотя в 2020 году депутаты законодательного собрания Красноярского края на весь край сказали о плохой ситуации в части экологии в городе Назарова. Я не услышала сегодня у вас это в отчете. Ну и конечно же, когда я не случайно спросила о поручениях, которые дает губернатор Красноярского края Сергей Александрович, который здесь присутствует, я прекрасно знаю, что губернатор дает много поручений, да? Вы правильно сказали, практически на каждом помещении, да? Но есть принципиальные и базовые поручения, которые он дает непосредственно по тому или иному городу, эти базовые поручения становятся такой основой для дальнейшей работы, мы это помним, Сергей Александрович свои поручения помнит, я могу вспомнить где-то и губернские аптеки, и вторая школа, и лидеры, и так далее. И очень бы хотел, чтобы такие поручения все-таки в 2021 году, благодаря вашей работе совместно с краевными властями, в суде пока не есть. Я буду. Спасибо. Уважаемые депутаты, еще мнения, вопросы, мнения, все, да? Прозвучали. Поступило предложение, у вас имеется также и проект решения в раздаточном материале, поступило предложение отчета результатов деятельности главы города Назарова за 2020 год, первое, принять к сведению, второе, признать деятельность главы города Назарова за 2020 год удовлетворительно, и третье, решение подлежит опубликованию, то есть, вот, в целом, предлагается проголосовать, вернее, предлагается проголосовать за то, что признать деятельность главы города Назарова за 2020 год удовлетворительно, а затем за решение в целом. Голосуем. Кто за то, чтобы признать деятельность главы города Назарова за 2020 год удовлетворительно? кто за? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, кто против, кто воздержался? 2, Итак, решение принято большинством голосов, 12, да, при двух воздержавшихся. Теперь голосуем за решение в целом, о том, чтобы отчет принять к сведению, признать работу удовлетворительной и решение опубликовать. За решение в целом. Кто за? кто против, кто воздержался? 12, 0, и 2 воздержавшихся. Решение принято большинством голосов.